Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 3031». «Вы говорите, что воевать грех, а ваши племянники служат все в армии, да и сами служили. Возможен ли тут компромисс? Сейчас священники ездят и причащают солдат», — отвечает Игнатий Лапкин. «Я служил до уверования по Евангелию. Племянники не раз слышали, что в нашей общине дается совет отказаться от присяги, но обязательно отслужить на альтернативной основе. Пусть и труднее, и дольше будет. Так называемое окормление, причащение в армии есть результат обмерщения церкви. Московская патриархия сегодня как в тумане бредет и кропит танки, и освящая знамена, воинский зуды, бум, ажиотаж. О Христе нет ни слова, и о Библии. Ни слова. Даю несколько фрагментов еперхиальной газеты, краевой, самой массовой, 61 563 экземпляра, пять раз в неделю и иных. Церковная пресса напротив мирской, как бредовая ваханалия супер безбожных и отчаявшихся, тошнотворное бессовестное вранье, главный грех и порог священников, их трусость и корысть, корысть и трусость. И бросили они в силовые структуры именно из-за этой корысти, бросились, и трусости, как пишет Краснов-Левитин историк. Пристроиться на дармовые армейские харчи, полковыми священниками, капелланами, прожигать жизнь. И бояться, как бы в дедовщину не загребли их, их же деток. А так, помаленьку, отмажутся их семинаристы малой кровью с соплями. Поведение патриархистчиков гнусно и безбожно дурно. И зато платить придется великой крови всей стране. Самое ближащее в будущем. А от этих воинов, а ник и праха не соберешь, попрячутся. Алтайская миссия. Вестник Барнаульской епархии. Номер 2. Февраль 2006 года. Издается по благословению Преосвященнейшего Максима, епископа Барнаульского и Алтайского. На обложке цветное фото. Священники во главе с Максимом, епископом и подпис. Преосвященный Макс. Максим совершает освящение боевых знамен дивизии ракетных войск стратегического назначения. Вверху надпись «Чудо богатырей, покой, опора и слава Отечества». С нами Бог. Молись Богу. От Него победа. Генералиссимус Суворов. Страница 2. Обращение епархии Барнаула и Алтайным к воинам, защитникам Отечества. Велико коварство наших врагов, но еще могущественнее ограждающая человека мощь Божия, преподобный Ефрем Сирин. 23 февраля – День защитников Отечества. Президент России Владимир Путин сказал, что Церковь всегда была защитницей Отечества. Но воинство земное побеждать может только совместно с воинством небесным. 23 февраля – и день рождения нашего владыки, преосвященщего Максима, епархии Барнаула и Алтая. Все эти совпадения символичны. Вглядываясь в глубь веков, мы не можем не восхищаться величием своего Отечества, которое явилось результатом жизни по заповедям строгого соблюдения нашими предками уставов и канонов Церкви. Среди тех, кто становится православным, много военнослужащих, обретают былую духовную силу и казачество. Откликнемся же на священный призыв, изреченный поистине печальником всероссийским, митрополитом Иоанном, Санкт-Петербургским и Ладожским, и очищество наше вновь обретет былое величие и славу. Санкт-Петербургским и Ладожским, и очищество наше вновь обретет былое величие и славу. Божие благословение да укрепляет вас на многотрудном и славном поприще служения народу Божию. Максим. Большие буквы сохранены. Страница третья. Только заголовки статей. Воинское знамя. Священное Харугове. В день покровителя православного воинства. Священная обязанность. Родину защищать. Страница четвертая. Освящение боевых знамен. Народ надеется на вас, а церковь молится. Отправка 300 призывников в вооруженные силы. Страница пять. Военные сборы воспитанников Барнаульского православного духовного училища на базе воинской части ВВ. Номер пять тысяч четыридцать двадцать восемь. Были переодеты в военную форму. Страница шестой по восьмой. Чеченские дневники. Алексей Борзенко. Этот случай потряс армию. Посвящается Гюрзе и Кобре. Бесстрашным разведчикам генерала Владимира Шаманова. Каковы фамилии тех, кому посвящается? Претендующий на документальный рассказ повествует, как два воина попали в плен чеченцам. И они их распяли на крестах. Пять гвоздей в руку забили. Кресты врыли перед окопами чеченцев. И вот с креста ведет один из них корректировку огня. И по шевелению его губ снайпер узнает, где заминировано и откуда сделать прорыв. В знак понимания снайпер стреляет непрерывно в крест. Вдруг пуля щелкнула по доске рядом с правой рукой и еще раз в то же место. Сергей понял, это было приглашение к разговору от одного от наших снайперов. Снайпер читает по губам. Прекрати мучения пацана, попросил Сергей снайпера. Снайперская пуля ударила парнишки прямо в сердце. Затем вторая туда же. Спасибо, ребята, ответил снайпером Сергей. Эх, поцеловали бы на тельный крестик. Никогда уже не смогу этого сделать. Эти материалы говорят о том, что защита от чечества не просто воинское служение, а священное служение, защита православной страны, которая является хранительницей святых и спасительных истин Христовых, против которых так коварно и жестоко восстает враг спасения душ человеческих. Желаю вместе с Россией уничтожить и последний оплот православия. Армия брезгливо уничтожала боевиков без всяких зверств и ужасов. Газета «Алтайская правда», номер 48, 25423. 21 февраля 2006 года, страница 3. Семья именинника хочет знать правду о смерти сына. 17 февраля славгородцы хоронили 21-летнего матроса Балтфлота. Жители Славгорода направили обращение к президенту Путину, министру обороны Иванову. До каких пор мы будем провожать наших сыновей в мясорубку под названием Российская Армия? До каких пор мы их будем встречать в цинковых гробах? До каких пор мы, матери и отцы, будем не спать ночами, пока они будут отдавать так называемый долг стране, который платит им с рождения копейки и учит их за деньги? До каких пор в мирное время мы будем получать похоронки наших детей, которые не прожили на этом свете и двух десятков лет? Кто ответит нам за боли и страдания, за бессонные ночи и за тот страх, который испытывает каждая семья, отправившая своего сына в армию, заранее зная, что там его ждут побои старослужащих и равнодушия командиров, которые своим безразличием поощряют дедовщину. Погиб очередной сын нашего города, Володя именинник. Мы уже не просим, а мы требуем разобраться с этой ситуацией и наказать виновных в его смерти. Мы требуем навести порядок в армии России. Алтай. 22.02.06. Страница 1. Алтайская правда. Газета. Кавычка открыта. Из армии досрочным. О двух парнях из Залесовского района. Из уровданных, исписанных. Один уже три месяца лежит в чете в госпитале. АИФ номер 6, 13-19. Февраль 2006 года. Страница 10. О зверствах, о смерти первогодков. Не довозят до части, сбрасывают с поезда. Смертные случаи. Честное слово. 1 февраля 2006 года. Страница 1.05. Скобка 471. Только по официальным данным, Министерство обороны в 2005 году погибло. Погибли 1064 военнослужащих. Не считая самоубийц и покалеченных. Выступил консорциум правозащитных организаций ГУСБАССА, которые заявили о поддержке требований Союза комитетов солдатских матерей России около лица. За демократическую альтернативную гражданскую службу. Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому саму надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Римлянам 12.20. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делайся, и ты соберешь ему на голову горящие уголье. Псалом 126.1. Если Господь не созиждит дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Бегут народы, пыль до облаков. Предсмертной жажде рыщут миллионы. Без очереди жизни холокост, устроенный антихристом в законе. Сцепи сорвалась в пропасть головня. Кто за Коран готов и на таран. Смолой дымится ночью полынья. Тому, кто позабыл дорогу в храм. Искусственно, надуманно сорвется. Предгрозовая в мире тишина. Незванная с косой стучится гостья. Беспечным, сонным будет не до сна. Пророки древности угрозами гремят. Апостолы муштруют исполнением скорым. У многих будут щетки из гранат. В священных книгах будет только Тора. Сметет волна ненужных едоков. Ненужным может статься стану я. Когда лоза становится дичком. Светильник тот угас и не маяк. Во всех народах, даже до окраин, Свидетели евангельских заметят. Иных пристрелят, а кого-то ранят. Облечься силою духовную успеть бы. Микроскопическая часть из христиан. С достоинством пройдет предназначение. С позором выведут их за Христом за стан. Удар мечом и совершил течение. Я мысленно с остатками святых. Пытаюсь протрубить благую весть. Кагал еврейский бьет под самый дых. Их позывной 666. Мы все бежим на поприще Иисуса. Достись бы финиша, в пути не ослабеть. От дыма ереси спастись не захлебнуться. Остаться человеком среди людей. 20.02.06. Игнатий Лапкин